Привет! На связи второй выпуск подкаста «На перспективу» от Банка России. Наш подкаст помогает ориентироваться в мире профессий и узнать, чем занимаются специалисты в сфере финансов и экономики, и, конечно же, в самом Банке России. Наши гости – это сотрудники мегарегулятора, которые делятся своим опытом и рассказывают о взаимоотношениях с работой. С вами Эдуард Пакин. Я ведущий этого подкаста. Поехали! Итак, сегодня у нас в гостях Николай Разин, руководитель Центра компетенций по искусственному интеллекту и продвинутой аналитики Департамента управления данными Банка России. Коля, привет! Приветствую всех слушателей! Итак, дорогие друзья, Банку России как мегарегулятору необходимо принимать взвешенные и обоснованные решения. Для того, чтобы их принимать, необходимо не только собирать данные, ну и, естественно, расширять доступные к исследованиям данные, повышать их качество и применять самые современные методы для их анализа. Такие возможности как раз и обеспечивает департамент, в котором работает Николай. Сегодня мы с Колей поговорим о том, как складывается его профессиональный путь на поприще работы с данными в Банке России и что необходимо для старта карьеры в этой сфере. Давайте начинать. Итак, Коль, расскажи немного о том, каким образом ты связал свою карьеру с наукой о данных и как начался твой карьерный путь непосредственно в Банке России. Конечно. Давайте вернемся в совсем далекое прошлое, 2004 год, когда я только-только стал студентом первого курса московского физтеха. Меня тогда на вступительном интервью спросили о том, чем бы я хотел заниматься в будущем. И я ответил, что мне бы хотелось заниматься моделированием физических процессов. Прошли годы. Я закончил физтех, поступил в аспирантуру на кафедру интеллектуального анализа данных. И вот там уже защитил кандидатскую диссертацию в области машинного обучения. Получил степень кандидатов из матнаук. Я бы назвал тот период периодом рождения меня как специалиста в области работы с данными. Далее было 9 лет в финтехе. И вот я оказался уже без малого 5 лет назад в Банке России в департаменте противодействия недобросовестным практикам, где в основном я занимался направлением, связанным с организованными торгами. Ну а затем, спустя 4 года, логичным шагом развития моей карьеры был переход в департамент управления данными. Для того, чтобы решать задачи, связанные уже с применением методов искусственного интеллекта и продвинутой аналитики во всем Банке России. И вот сейчас в департаменте управления данными создан Центр компетенций по искусственному интеллекту и продвинутой аналитике. Я являюсь его руководителем. Это та точка, где я нахожусь прямо сейчас и с нетерпением смотрю в будущее, на широчайший спектр задач, которые мы должны решить, чтобы сделать нашу финансовую систему еще лучше. Моделированием физических процессов я так и не занялся, но зато занимаюсь моделированием процессов финансовых. И могу сказать, что это не менее интересно и захватывающе. Коль, звучит здорово. Ты человек из науки. Ну, пусть моделированием физических процессов не занялся, но ты, по сути, занимаешься моделированием всех бизнес-процессов. И это здорово. Здесь мы где-то с тобой коллеги. Ну, давай теперь нашему слушателю, чтобы базис общий объяснить. Расскажи, пожалуйста, про департамент управления данными Банка России. Чем конкретно занимается департамент? Департамент управления данными решает широкий спектр задач. Главным образом это управление данными внутри нашей организации, а также на российском финансовом рынке в целом. То есть мы решаем весь тот спектр вопросов, который покрывается термином Data Governance. Отлично. А тогда теперь расскажи про центр, которым ты руководишь. Конечно. Центр компетенций по искусственному интеллекту и продвинутой аналитики, которым я руковожу, призван упорядочить и систематизировать процесс применения методов искусственного интеллекта в решении задач Банки России. Мы не ставим себе целью замыкать на себе применение этих методов. Мы видим нашу задачу как задачу бережного и гармоничного развития этого направления, обеспечения методологической основы, консультации и поддержки коллег, которые желают эти методы применять. За последние 10 лет крайне много хайпа в этом направлении, поэтому довольно большой объем нашей работы заключается просто в том, чтобы доступно и простым языком рассказывать, в каких случаях применять методы машинного обучения нужно, а в каких этого делать не требуется. Ну и, конечно, мы стараемся не отрываться от практики, от земли, и у нас в центре есть профессиональные дейто-сайентисты, которые прикладным образом задействованы в решении задач. Это нужно для того, чтобы методологии консультации не расходились с реальными прикладными приложениями. Ну и, собственно, вот на решение всего спектра этих задач направлена деятельность центра, который был создан 17 февраля 2023 года. Совсем недавно, совсем молодой. Итак, про объяснение простым языком. Вот здесь как раз важный момент, то, что в нашем подкасте будет много терминологии. Это, соответственно, машин-леунинг, ML или машинное обучение, ИИ или искусственный интеллект. Так вот, объясни, пожалуйста, простым языком нашим слушателям, что это такое. Давайте разберемся. Вопрос, безусловно, очень важный. И вернемся в середину 50-х годов прошлого века, когда Норберт Винер издал свою знаменитую книгу «Кибернетика», в которой, условно, среди прочего, анализировал качественно, какие задачи, в принципе, бывают, и ввел такое их разбиение на бинарное, на две корзины. Условно, задачи простые и задачи сложные. Вот к простым задачам он относил задачи, аналогичные, например, предсказанию траектории движения планет. В таких задачах исследуемый закон не меняется, и в нем участвует относительно небольшое количество переменных, входных параметров. Один раз его установил, и дальше им можно пользоваться хоть до бесконечности. Задача другого класса — это из серии определения прогноза погоды. Очень много факторов, очень много взаимодействий, которые сложно написать аналитически, друг за дружкой по очереди, учитывать. И вот для решения таких задач как раз и требуется применение методов искусственного интеллекта. Компьютер, очевидно, обладает несравненно более большими вычислительными мощностями в сравнении с человеком, и поэтому для того, чтобы подойти к решению задач а-ля прогноз погоды, ему достаточно указать несколько прецедентов, ну или много прецедентов, как, в каком случае, что должно происходить в зависимости от входных данных. Он сам восстановит искомую зависимость. Но есть принципиальное отличие человека от искусственного интеллекта. Пока что целеполаганием занимается человек. Искусственный интеллект призван ему помогать решать какие-то задачи, автоматизировать некоторую рутину. Искусственный интеллект пока не занимается целеполаганием. Очень интересно, куда мы уйдем в развитии изучения всей этой истории про машинное обучение. Но пока мы находимся в точке, когда человек ставит задачи искусственному интеллекту. Ну что, остается только лишь надеяться, что искусственный интеллект не станет сам ставить цели, особенно нам, человеку. Теперь ты не мог бы рассказать, пожалуйста, про, может быть, знаковые для тебя проекты, которые ты реализовал или в процессе? Да, уважаемые слушатели, конечно, давайте по-крупному посмотрим на основные проекты, которыми я занимаюсь. Забегая вперед, скажу, что если вы хотите узнать о них поподробнее, то, конечно, приходите к нам. А так, в целом, это, конечно, очень широкий комплекс задач, связанный с созданием автоматизированных систем, с применением методов машинного обучения. Безусловно, это еще и некое развитие внутренней культуры. Вот, в частности, мы проводили в конце прошлого года конференцию на весь банк, в которой приняло участие более полутора тысяч специалистов, 39 докладов по различным аспектам применения методов машинного обучения. Так что, конечно, здесь спектр задач достаточно широкий, и могу сказать, что мой сейчас самый важный приоритет — это вопрос создания внутренних инструментов, которыми обладают Data Scientist и Банка России, для того, чтобы решать задачи методами машинного обучения. Звучит крайне интересно. Хорошо, а теперь расскажи, пожалуйста, про свои рабочие задачи, которые ты выполняешь. В общем плане, у тебя все-таки больше такой координационной работы, ты координируешь процессы, или занимаешься прикладными техническими вещами тоже? Естественно, как менеджер я в первую очередь занимаюсь координацией. Мне, конечно, очень помогает мое образование, которое я получил в МФТИ. Я в этом смысле не просто администратор, задающий поручения и спрашивающий их в определенный срок. Я достаточно глубоко в теме того, чем занимается моя команда. Периодически прямо вникаю до самых-самых деталей. Но в целом очевидно, что все-таки, когда ты менеджер, ты не можешь позволить себе тратить время на вникание абсолютно во все детали. Поэтому я, конечно, своей команде доверяю, и в основном стараюсь погружаться в ключевые такие основные точки, которые требуют моего внимания. Но, с другой стороны, это некоторое искусство. Иногда требуется вникнуть в технику, иногда требуется, наоборот, в моменте 100% заниматься менеджментом. Где-то между этими двумя крайностями каждый менеджер находит баланс. Но, в целом, я могу сказать, что все-таки в моей жизни менеджмента больше, хотя он идет рукообруку и с некоторыми экспертными техническими деталями. Ну, это здорово. В принципе, получается такой проектный подход. Но поскольку ты человек науки, человек увлеченный, ты всегда имеешь возможность погрузиться в то, что для тебя действительно интересно. Ну, или, конечно, туда, где это требуется. Теперь давай представим такую картину. Допустим, наш слушатель начинает свой путь в сфере управления данными и стоит перед выбором. Попробовать подать свое резюме, допустим, в Банк России на стажировку или на работу, или в какую-то другую организацию. И ты не мог бы вот своими словами рассказать нам, все-таки есть какая-то разница между работой с данными в Банке России или в любой другой организации? Давай я попробую сравнить. В Банке России мы занимаемся, разумеется, уникальными задачами, которые без преувеличения влияют на финансовую систему всей нашей страны, а также обладаем уникальными данными, которые есть только в нашей организации. Такого невероятно интересного букета задач и входных данных для начинающего исследователя сложно найти где-то еще. Безусловно, можно, я не спорю. Наверняка где-то есть компании, в которых задачи чем-то похожи или объемы данных сравнимы, или даже больше. Но наши задачи совершенно точно неповторимы, очень многогранны, а их решения, без всякого сомнения, полезны для общества. Хорошо, теперь хотелось бы поговорить про составные работы. Коль, давай поговорим именно про твои рабочие будни и, может, расскажешь про то, как ты подходишь к процессу планирования. Да, вопрос очень важный, особенно для менеджера. Давайте издалека начну. В январе, в начале года мы с командой, с нашим руководством занимаемся планированием той точки, где мы хотим оказаться ровно через год. Существует некоторая система ключевых показателей эффективности, которую нам помогает это понимание сформировать, но от него уже оттолкнуться для того, чтобы построить некоторый путь из точки А в точку Б, из текущего местоположения в положение через год. Далее мы этот вопрос, мы этот путь уточняем, мы строим некоторые квартальные промежуточные вехи, которые нам должны помочь достигнуть к концу года, если мы через них пройдем ключевых показателей, эффективности ключевых целей. Дальше уже на еженедельной основе я со своей командой занимаюсь трекингом от этого самого пути. Это обычно не очень много времени занимает, но тем не менее позволяет удерживать фокус на основных, на ключевых задачах, не терять их, не отпускать. Если говорить конкретно про мой личный план, то он формируется примерно за 4 дня до его наступления, план на день. Иногда дополняется накануне вечером, иногда прямо на ходу меняется. Тут все зависит от конкретных ситуаций, но в целом вот примерно за 4 дня календарь набивается различными слотами. Можно, наверное, про это сказать, понедельник начинается в субботу. Ну да, это знакомая ситуация для многих из нас. Хорошо, а теперь тогда расскажи, из чего состоит твой стандартный рабочий день. И я хотел бы, чтобы не только рабочий аспект отразил, но и то, как ты там успел позавтракать, не успел, где-то кофе по дороге попил между совещаниями, еще что-то из этой серии. Ну да, вопрос этот ты задаешь очень правильный и, видимо, насущный. Как ты сказал, не только у меня такой график. И, собственно, да, вопрос правильного конструирования расписания дня, чтобы в нем оставалось время и пообедать между встречами, это тоже важный вопрос селф-менеджмента в принципе. Если говорить конкретно про мой рабочий день, то да, иногда в нем всего 15 минут на то, чтобы пообедать, а там, например, на то, чтобы кофе выпить, нет даже не свободной минуты, но все-таки надо сказать, что это нечасто происходит. Все-таки чаще всего можно спланировать его так, чтобы на все на это время было, чтобы перезагружаться. Но, тем не менее, вот около 70% моего рабочего времени уходит на коммуникацию, на переговоры. И вот в большой организации это нормально, когда ты хочешь какую-то задачу решить, к какой-то цели прийти. Как правило, тебе нужно договориться с большим количеством твоих коллег, какие они должны на своей стороне сделать действия, чтобы им было в комфорте все, что ты делаешь, чтобы у вас в итоге получился общий результат, а не как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Собственно, вот на это, на самом деле, затрачивается довольно много коммуникативных действий, и, повторюсь, это нормально, без этого никак. Хорошо, давай теперь предположим, что наш слушатель думает о профессии в сфере управления данными или в сфере анализа данных. Но сомневается, достаточно ли ему знаний и навыков? Какое образование и набор знаний необходимы для старта карьеры в этой области? Тут все очень просто. В интернете вы легко можете найти эту информацию, она всем доступна. Ну, самое, наверное, распространенное представление визуальное в виде слайда, на котором вот эти круги с компетенциями нарисованы, бизнес, математика, IT. И вот на их пересечении Data Scientist, чтобы успешно решать задачи, которые обычно решают Data Scientist, вы должны обладать, во-первых, ну, какими-то элементарными навыками программирования, разработки, создания софта. Вы должны понимать, как пользоваться математикой, инструментами статистики для того, чтобы извлекать value из данных. Ну и самое главное, вы должны вникнуть очень глубоко в бизнес-задачу, которую вы решаете. Без этого процесс не пойдет. Если вы будете действовать отдельно от бизнес-задачи, если вы не станете тем самым заказчиком, но как бы для себя, который решает эту задачу, если вы не войдете в его роль, то вам очень сложно будет добиться успеха в решении этой задачи. Дальше все просто. Вот как только у вас есть вот этот запал и вот эта нацеленность на то, чтобы решить проблему, вы, во-первых, в интернете можете найти ряд бесплатных, хороших очень курсов. Это все доступно сейчас с высоким рейтингом по Data Science, пройти их, возможно, порешать какие-то задачи тоже из открытых источников, например, на сайте Kegel. Очень много таких задач. Если почувствуете вкус к проблеме, то это ваша история, дальше без труда найдете способы, как развить. Если нет, то, возможно, нужно поглубже подумать. Иногда аппетит приходит во время еды. Вот смотри, ты только что сказал, что Data Science – это где-то на стыке разных сфер деятельности. Но при этом бытует мнение, что для того, чтобы заниматься управлением данными, необходимо глубинное знание в области математики или математическое образование. Это все-таки миф или реальность? Отвечу и да, и нет. Классическое математическое образование здесь не требуется, но очень и очень желательно. Нужна логика владения инструментом программирования и естественное желание разобраться в проблеме и докопаться до сути. Мы осенью планируем запустить модуль на базе кафедры Банка России в Высшей школе экономики по MLOPS – технологии, которая описывает комплекс мер по защите моделей от деградации и их качества с течением времени. Вот этот вопрос на самом деле и в принципе вот эта тема очень-очень важны, и им стало уделяться внимание лишь последние, может быть, пять лет. До этого Data Scientist – это был человек, который просто создает модели, обучает на датасете, и на этом работа заканчивается. Сейчас люди смотрят на ML-модель не просто как на какой-то результат разового эксперимента, на него смотрят как на инструмент, который должен работать продолжительное время и обеспечивать в течение этого продолжительного времени эффективное решение задачи. Вот такое направление в этой истории применения машинного обучения, оно показывает, что развитие всего этого искусственного интеллекта, его прикладного применения, оно сейчас происходит очень и очень стремительно. И те знания, которые были актуальны вчера, они перестают быть актуальными сегодня и очень сильно расширяются. В этом смысле, наверное, следует ориентироваться, скажем так, на актуальные направления и точки, в которых применяются методы машинного обучения. Слушай, ну вот по поводу как раз-таки обеспечения, скажем так, жизненного цикла ML-моделей – это очень важный момент, его действительно не хватало, и это здорово, что сейчас начинается внедрение этих вопросов. Вот, хорошо. А как ты думаешь, есть ли какие-то особенные компетенции для тех, кто хочет попасть, вот, допустим, на стажировку или на работу в Банк России? Может, действительно, есть какое-то преимущество на старте, да? Какая-то компетенция создает? Ну, тут надо, наверное, ответить так. Во-первых, с точки зрения хардскилов необходимо отталкиваться от конкретной вакансии. Вот, например, если вы хотите заниматься дейта-сайенсом, то одна из потенциальных команд – это, например, Центр компетенций по искусственному интеллекту и продвинутые аналитики, где работают очень высококвалифицированные специалисты, и они очень хорошо разбираются вот в тех направлениях, о которых я в предыдущих вопросах говорил. Но наша организация, она является, в общем и целом, очень открытой для всех. И вот в дополнение к хардскиллам я бы отметил, что вот у нас есть своя внутренняя культура, которая таким является чем-то основополагающим, может быть, даже незримым фундаментом, который и формирует нас как единую команду. У нас есть свои ценности, которым мы следуем, которые являются таким для нас основополагающими. В принципе, вот для того, чтобы, наверное, все сложилось хорошо, вы должны быть профессиональны, вы должны быть честны, вы должны быть открыты, вы должны быть ответственны. И я думаю, что вот если вы вот это вот все продемонстрируете на интервью, то все в итоге для всех сторон сложится хорошо. А если наш герой все-таки занял свое место в сфере работы с данными, то ты не мог бы обрисовать кратко основные перспективы, которые перед ним раскрываются? Ну, тут, наверное, все зависит от того, что именно хочет наш герой. Ранее я сказал, что Департамент управления данными решает очень широкий комплекс вопросов. Термин Data Governance — это, в общем, про очень-очень много направлений. И тут, наверное, все зависит от того, куда хочется развиваться. В сторону экспертизы, в сторону управления данными на финансовом рынке. Или в сторону, может быть, менеджмента, как строить руководство людьми, которые позволяют решать задачи по работе с данными. Спектр задач очень широкий. И здесь, наверное, в первую очередь нужно получше познакомиться с конкретными направлениями. О них, кстати, написано на сайте Банка России в разделе, где есть описание, чем занимается Департамент управления данными. И уже от этого можно оттолкнуться. Итак, мы с тобой выяснили, что мало того, что работа с данными у нас, по сути, является на стыке нескольких профессиональных областей, так еще у нас и огромный спектр перспектив раскрывается. И это здорово. Так, а ты не мог бы тогда рассказать про наличие каких-либо предубеждений вокруг работы с данными? Надо сказать, что предубеждения есть, видимо, везде, где так или иначе действует человек. Но вот если, наверное, посмотреть на то, что происходит конкретно в направлении, о котором ты говоришь, то, наверное, очень ярким сейчас особо тиражируемым в СМИ являются аспекты, связанные с хайпом вокруг применения методов искусственного интеллекта. Значит, безусловно, эта технология дает очень много возможностей, и вокруг нее очень много дискуссий ведется, которые иногда приукрашивают, преувеличивают ее возможности, а иногда, наоборот, где-то, может быть, их и недооценивают. Я не буду сейчас конкретизировать, в каких еще направлениях в части работы с данными предубеждения существует. Я, скорее, хотел бы сделать акцент на том, что всякий раз, когда вы работаете с каким-то мнением, то заземляйтесь. В некоторых случаях полезным бывает перепроверить информацию, которую вы слышите, а в некоторых случаях, наоборот, нужно быть open-mind, и даже если вы слышите что-то, что вызывает у вас внутреннее противоречие, возможно, вы просто не все знаете, и следует осознать это и разобраться, как это работает. Окей, с этим ясно. Теперь предлагаю поговорить про отношения к работе. И первый мой вопрос к тебе. Все-таки, что тебе нравится в твоей работе? Да, задачи Банка России, конечно, находятся на уникальном стыке финансовой сферы, технологий, и, что очень важно, социума. Одна из наших ценностей служения обществу, лично для меня, является важной компонентой, которая, в принципе, раскрывает смысл того, что я делаю. Вот когда-то на заре своей карьеры я хотел очень интересных задач. Потом, через какое-то время, когда я их получил, мне захотелось иметь еще какой-то фидбэк от своих руководителей, что я эти задачи решаю правильно, что, в общем и целом, то, что я делаю, это в русле того, что действительно от меня ожидается. Но после того, как я получил это, передо мной встал вопрос, а вообще зачем все это происходит? Что с моим результатом происходит дальше? И вот я очень ценю свою работу именно за то, что я имею возможность на этот вопрос ответить очень достойно. Потому что вот те задачи, которые я решаю, они действительно нацелены на улучшение жизни социума, ну, в частности, вот в финансовой сфере. Это для меня очень важно, это меня очень сильно мотивирует, и я очень благодарен нашей организации, нашим руководителям и нашему куратору за то, что есть возможность применять методы искусственного интеллекта вот с такими целями. Слушай, ну, звучит и масштабно, и здорово. И твое отношение достойно уважения ко всей этой работе. Спасибо. Ну, наверняка в любой работе не обходится и без трудностей. Ты не мог бы кратко рассказать, что для тебя, может быть, сложные или какие-то бывали проблемные моменты, которые вот случились? Ну, разумеется. Много разговоров есть о том, какая же работа идеальна, и мне кажется, тут как с вечным двигателем. Идеальная работа, в которой все делается легко, все задачи всегда выполняются в срок, все идет по плану, все выполняют и перевыполняют KPI на 120%. Это все-таки скорее миф, как и вечный двигатель. Вот если говорить про сложности конкретно моей деятельности, то, наверное, одна из самых сложных моих задач — это синхронизация большого количества мнений. Я работаю в продвинутой области в плане технологий, их применения прикладного. И вот, разумеется, мне здесь нужно согласовать зачастую прикладное приложение методов машинного обучения с большим числом специалистов, обладающим разным бэкграундом, имеющих свои задачи. И, конечно, и подчас иногда ставящих противоречивые друг другу требования. У нас должна быть позиция как у единой команды общая. И моя работа в том числе заключается в том, чтобы в моем направлении такую позицию сформировать и обеспечить. И, да, признаю, это довольно сложно. Иногда условно 50 человек синхронизировать, придумать какое-то общее всех устраивающее решение. Не так просто, и это делается не за одну секунду, но, тем не менее, как только это реализовано, задача тут же получает свое решение. Действительно, переговоры и согласительные процедуры это, конечно, большой процент времени отнимает. Так, хорошо. Давай теперь поговорим все-таки про важную тему, это баланс работы и личной жизни. Как у тебя с этим получается справляться? Вопрос очень-очень важный, особенно сейчас. И вот, во-первых, я хочу отметить, что теме баланса работы и личной жизни сейчас уделяется заметно больше времени, чем это было, скажем, там 10 лет назад, когда моя карьера только начиналась. Ну, там даже есть много очень статистической информации о том, что в среднем проходит там десятки секунд после получения сообщения в мессенджере и ответ на него. То есть, люди регулярно мониторят свои девайсы. В некотором смысле работа переходит в то, что можно в некоторых книжках по менеджменту называть Outlook Driven, когда ты просто смотришь входящий поток сообщений и весь день только успеваешь на них отвечать. Мало времени остается на планировании и так далее. Это, на самом деле, очень выматывающая история, во-первых, приводящая к постоянной расфокусировке и, с другой стороны, к микрофокусировке на конкретные вопросы. Но, тем не менее, с этим довольно много есть способов, как с этим работать. Я сейчас в них не буду углубляться. В целом, просто хотел бы этот аспект выделить как очень-очень такой характерный именно для современного времени, потому что очень большой объем информации идет буквально из каждого девайса, который мы с собой носим. Если говорить про отпуск и конкретно про мои лайфхаки, про баланс личной жизни и работы, то в отпуске за очень редкими исключениями решаю рабочие вопросы. Иногда бывает, да, но в целом стараюсь прямо этого крайне избегать. Если говорить про рабочие будни, стараюсь не задерживаться на работе более получаса-часа, ставлю себе фитнес, на который нельзя опаздывать, чтобы вовремя все-таки успеть уйти. И это в каком-то смысле меня очень дисциплинирует, потому что в целом тоже все, наверное, знают, что сколько времени работы не дай, она его все съест. И поэтому нужно в какой-то момент все-таки себя заземлять, ограничивать и формировать тот результат, который ожидается, но в ограниченной рамке. Ну и во-вторых, вот в моей жизни кроме работы есть еще много всего для меня не менее важного. Моя семья, мои друзья, мои увлечения. Я не готов через 15 лет проснуться и увидеть, что между мной и моими близкими, например, невероятного размера пропасть, но зато в моем телефоне по-прежнему там какие-то рабочие сообщения даже в субботу и воскресенье. Я бы все-таки хотел, чтобы в моей жизни был широкий спектр ее прекрасных проявлений, какие мы все знаем. И в этом смысле я вот стараюсь все-таки как-то себя ограничивать, но с другой стороны и результативность при этом не снижать. Здесь я с тобой полностью согласен. Вряд ли кому-то нужно в принципе погружаться только исключительно в работу и забыть о личной жизни. А кстати, с тренировками очень полезный лайфхак. Поставил себе тренировку после работы и все, и как бы твой календарь уже никто не забьет. Но смотри, есть еще полезные лайфхаки из серии, когда у тебя есть увлечение и ты переключаешься с одной тематики на другую или даже в рабочих моментах и при этом повышается эффективность. Ты как-то к этому прибегаешь? Переключения с рабочего процесса невероятно полезны. Есть даже такая поговорка смена дела это тоже отдых. Ну и особенно когда мы переключаемся немножко с рабочего процесса в отпуске на какие-то повседневные задачи. Все, наверное, знают этот эффект. Какое-то время занимаешься чем-то другим, потом возвращаешься и уже видишь задачу, которую оставлял ранее с совершенно иной стороны и самое главное, что решение внезапно раз и тоже на поверхности оказывается. Поэтому, конечно, вот этим я пользуюсь. но также вот мне недавно попалась мысль, которую я бы здесь тоже хотел озвучить про героев. Герои, это, конечно, мы все очень их уважаем. Это такие классные ребята, которые в какой-то передряге оказавшись, продемонстрировали невероятный опыт, смекалку в моменте и вырулили из этой ситуации. Но на это можно посмотреть и иначе, как на некий такой недопланированный процесс, недоучтенный, который когда-то заранее не проработан был детально и с ним пришлось разбираться на ходу. Все знают, что от таких ситуаций не убежишь, их нельзя исключать. В принципе, это жизнь, жизнь преподносит нам сюрпризы, зато ее и любим. Но в то же время чрезмерному героизму героизмом тоже увлекаться не стоит. Вот нет никакого смысла геройствовать в три часа ночи, особенно на регулярной основе для того, чтобы какую-то работу доделывать. Это не стоит ни здоровья, ни нервов. И самое главное, что ваша эффективность вот в таком героизме, она около нулевая. Единственное, значит, что там реально имеет ценность, ну, это там некий в срочности необходимый сделанный объем работы. Поэтому, вот, конечно, следите за своим балансом, старайтесь не геройствовать чересчур сильно. Естественно, цейтноты бывают периодически у всех. Это нормально. По-другому никак, вот, особенно в каких-то таких новых, динамических историях. Но, тем не менее, на постоянной основе старайтесь, чтобы у вас было все-таки таких цейтнотов поменьше. А если это не так, то, возможно, проблема где-то в вашем планировании, либо планировании задач для вас, либо еще где-то. Эту неэффективность можно и, самое главное, нужно устранять, потому что здоровье, очевидно, не та цена, которую за эту неэффективность нужно оплачивать. Здорово, Коль, что мы мыслим с тобой в одном русле. Да и, в принципе, о чем я говорю, если это откликается с ценностями Банка России, я очень ценю, что, понимание инициативам сотрудников, то есть каждый может быть полезным для всей команды Банка России предложить свои идеи с точки зрения повышения эффективности, слаженности и просто человеческого взаимодействия. И, кстати, надо сказать, что Коля у нас оказывается с 19-го года, да? С 19-го, да. С 19-го года у нас является идейным вдохновителем и создателем клуба исследователей больших данных. Это достаточно большое профессиональное сообщество внутри Банка России, где, по сути, все коллеги, кто увлечен этой тематикой, могут обмениваться информацией, обмениваться опытом и, соответственно, совместно создавать, тратить свое личное время, создавать достаточно важные продукты для всего банка. Ты не мог бы более детально рассказать про клуб? Ну, конечно, да, такое сообщество, его создание было очень тепло встречено внутри Банка России, даже на уровне руководства. Сейчас сообщество уже 3,5 года, оно включает в себя более тысячи сотрудников, на площадке сообщества ежегодно проходят порядка 30-40 встреч, в основном посвященных применению методов машинного обучения, в прикладных задачах или в некоторых теоретических, но, тем не менее, эти встречи все равно нацелены на повышение грамотности сотрудников Банка России в работе с данными. и при поддержке сообщества мы вот две конференции провели уже, одна в 21-м, внутренних, одна в 21-м году в ноябре, другая вот уже обладала более таким широким покрытием, что называется, более полутора тысяч человек, на него пришло 39 докладов, очень было интересно. Самый главный плюс вот таких сообществ в том, что есть возможность для такой неформальной работы, которая позволяет креативу рождаться без ограничений. Потом, естественно, в такой организации, как наша, нужно этот креатив направлять на службу, так сказать, повышения эффективности решаемых задач уже в русле всех правил. Но именно вот процесс зарождения, становления новых идей, он чаще всего именно неформальный. И вот в этом очень большая эффективность этих сообществ. Ну и, собственно, что тут говорить, есть же и другие сообщества у нас, и вот я с Эдуардом общаюсь, он мне задал вопрос про клуб исследователей больших данных, а он же, собственно, является таким же идейным вдохновителем сообщества про парусные виды спорта, в котором же я состою как яхтсмен на владатель шкиперской лицензии. Эдуард, наверное, тебе симметричный вопрос, может быть, ты про свое расскажешь? Ну, собственно, Коля раскрыл секрет, что мы знакомы не только по работе, но и по нашим нерабочим историям. То есть я состою в его клубе, он состоит в моем, он у нас является амбассадором по парусному спорту, а клуб вообще объединяет водные виды спорта. Вот, и в принципе, я хочу сказать, что таких сообществ достаточно много, если, коли помимо нетворкинга и каких-то прикладных задач коллеги реализуют достаточно важные механизмы для Банка России, то у нас это больше направлено на корпоративную культуру, корпоративную жизнь, на создание позитивной атмосферы в банке. Это где-то на стыке тимбилдинга, на стыке просто общения, на стыке спорта. Итак, Коль, к сожалению, подкаст уже близится к концу, поэтому я предлагаю пройти небольшой блиц. Правила простые, я задаю короткий вопрос, ты даешь максимально короткий ответ. Итак, назови топ-3 твоих качеств, которые делают тебя экспертом в области управления данными. Ну, три топ-качества, давай интерес к проблеме, упорство и логика. Угу. Какая задача была самой сложной за последний месяц? Здесь я бы не стал конкретизировать, я бы сказал так, вот сложных задач не бывает, а бывают сложные ограничения, которые мы себе сами ставим. Чаще всего они личные, внутренние. остановите внутренний диалог, направьте освободившуюся энергию на решение проблемы и любая задача окажется разрешимой. Это прям, знаешь, из области развития личности. Так, и в чем сила специалиста по управлению данными? Ну, я тут более чем уверен, что она в том, чтобы уважать и любить знания, технологии и относиться с этими качествами друг к другу. Отлично. Спасибо, Коль. Думаю, можно завершать нашу беседу. О том, как строится управление данными и как благодаря этому из данных можно извлекать ценность, мы разговаривали с Николаем Разиным, начальником Центра компетенций по искусственному интеллекту и продвинутой аналитики Департамента управления данными Банка России. Мы выяснили, что важнейшим аспектом для Data-driven организации, где решение принимается на основе данных, является управление данными как целая система, комплекс технологических и методологических решений, позволяющих грамотно, эффективно и с максимальной пользой использовать данные организациям, таким как Банк России, масштаб задач которых предельно широк. Когда ты работаешь для того, чтобы финансовая система функционировала лучше и удобнее, то задачи становятся еще интереснее. Коль, спасибо большое. Было очень приятно с тобой пообщаться уже в нерабочем таком формате. Ну и, собственно, я надеюсь, что нашим слушателям тоже было очень интересно. Спасибо, Эд, за беседу. Было очень приятно и интересно обсудить те вопросы, которые ты задал. И я тоже надеюсь, что слушателям было интересно. Желаю нашим слушателям удачи и хорошего и правильного карьерного трека. Спасибо. Спасибо. Итак, дорогие слушатели, надеемся, что этот подкаст помог вам узнать побольше о задачах, которые решают специалисты в сфере больших данных в Банке России. Это был подкаст на перспективу. Слушайте нас на Яндекс.Музыке и на ВК подкаст. Пишите комментарии и на ваши вопросы ответят сотрудники Банка России.